Давайте продолжим. Мы говорим о достаточных статистиках, и сейчас мы сформулируем теорему Рау-Блэкова. Итак, теорема Рау-Блэкова. Пусть t достаточная статистика для некого параметра. Пусть t достаточная статистика для некоторого параметра θ. Пусть ω это несмещенная оценка для g от θ. θ это неизвестный параметр, а g от θ это некоторая функция от неизвестного параметра. Тогда с помощью достаточной статистики и несмещенной оценки мы сможем получить более лучшую оценку. Какая у этого интуитивное объяснение? Достаточная статистика, она содержит всю информацию. Значит, у нас есть некая оценка, мы хотим ее улучшить. Нам не нужна вся выборка, нам достаточно достаточную статистику. Так вот, мы попытаемся улучшить несмещенную оценку с помощью достаточной статистики, которая содержит в себе информацию. Делается это в теореме Рау-Блэкова с помощью условного мат-ожидания. А именно, можно получить лучшую оценку. Если взять мат-ожидание этой несмещенной оценки, при условии t, где t достаточная статистика. Итак, теорема Рау-Блэкова говорит следующее, что у этого выражения есть следующие свойства. Первое, давайте обозначим это через звездочку. Первое, звездочка это оценка. Здорово, у нас есть оценка, но у нас уже была одна оценка, мы хотим получить более лучшую оценку. Второе, как раз второе и третье свойство, говорят, что эта оценка лучше, чем исходная. Второе говорит, что это несмещенная оценка. Отлично, первая оценка была несмещенная, и эта, которую мы получили, тоже несмещенная. Уже неплохо, но пока это не говорит о том, что наша новая оценка лучше. Так вот, третье свойство говорит о том, что наша оценка лучше. Оно говорит нам следующую вещь, что дисперсия нашей оценки, дисперсия нашей оценки, она меньше, чем дисперсия исходной оценки. То есть мы получили оценку с меньшей разбросом, более эффективную оценку. Итак, с помощью теоремы Раубл, применяя теорему Раубл-Экала, можно из несмещенной оценки с помощью достаточной статистики получать более лучшую, эффективную оценку, также несмещенную, но с меньшей дисперсией. Давайте докажем, теорема доказательства очень простой, начнем с пункта 2. Докажем, что эта оценка несмещенная. Как это доказывается? Берется мы от ожидания. Мат ожидания от звездочки равняется мат ожиданию мат ожидания от омега при условии t. По формуле полного мат ожидания это равняется, мы знаем, мат ожидания от омеги. А что такое омега? Это несмещенная оценка. А чему равняется мат ожидания несмещенной оценки? Истинному значению параметра равняется g от t. Итак, мат ожидания от нашей новой оценки, мы еще не доказали, что эта оценка, мы это докажем. От нашей новой оценки равняется неизвестному параметру Соответственно, наша оценка не смещенная Второй пункт мы доказали Давайте докажем третий пункт Третий пункт оказывается очень просто Смотрите, дисперсия от звездочки равняется дисперсии от ожидания омега при условии Т Мы с вами сформулировали на предыдущем уроке, что это выражение всегда меньше, чем дисперсия от омега Это доказывается очень просто Надо расписать по формуле полной дисперсии это выражение и перенести одну часть влево Сделать это самостоятельно Итак, мы доказали, что то, что мы получим, это не смещенная оценка с меньшей дисперсией Осталось показать, что омега это на самом деле оценка А то вдруг это не оценка Делать это достаточно просто Извините, что это статистика Итак, давайте посмотрим Давайте докажем, что и от омега тета это статистика То есть, что она не зависит от тета Как это показать? И от омега т Это не зависит от тета Почему она не зависит? Потому что т это достаточная статистика Освой из достижения статистики Мы знаем, что если есть достаточная статистика, то вероятность условная, когда в условии стоит достаточная статистика, она не зависит от θ. И поэтому и мат ожидания не будет зависеть от θ. И поэтому это выражение не будет зависеть от θ, и поэтому звездочка является статистикой. С помощью этой статистики, оценка не очень верна, статистикой мы можем оценить неизвестный параметр. Итак, мы доказали теорему Раун-Плеклла, которая, я повторю, позволяет нам делать следующую вещь. Имея некую несмещенную оценку, возможно, даже плохую, и некую достаточную статистику, мы можем улучшить нашу оценку. Мы видим, что в ряде случаев это улучшение даст нам минимальную достаточную статистику. Понимаете? Имея грубую несмещенную оценку и достаточную статистику, иногда мы будем с помощью улучшения получать минимальную достаточную статистику. Правда, это будет доступно нам не всегда, но тем не менее мы поговорим о этих условиях. Итак, давайте начнём с примера. Давайте возьмём некоторое распределение, построим достаточно грубую и смещённую оценку. Используем наше знание о достаточной статистике этого распределения, которое мы уже знаем. Попытаемся улучшить оценку. И увидим, что оценку, которую мы получим, извините, статистику, которую мы найдём, она будет, в общем-то, минимальной достаточной статистики, то есть лучше нет. Итак, давайте начнём распределение по OS. x1, x2, xn распределены по закону Куассона с параметром λ. Предположим, что мы хотим найти оценку для i в степени минус λ. Наша цель найти оценку для i в степени минус λ. С помощью теоремы Рао-Блэквилл. Просто продемонстрирую теорему Рао-Блэквилл. Итак, давайте, нам нужна достаточная статистика и нам нужна несмещенная оценка. Достаточную статистику для Куассона мы с вами на одном из предыдущих занятий нашли. Это сумма x1, или средняя арифметическая, одно и то же, от одного может перейти к другому. Или это, или это, достаточная статистика. Давайте найдем несмещенную оценку. Итак, нам надо оценить i в степени минус λ. Давайте напишем, чему равняется вероятность того, что xi равняется λ. Она равняется i в степени минус λ. Тут напишите x малый. На λ в степени x делить на x вакторе. Теперь смотрите, то, что мы хотим оценить, похоже на то, что написано тут. И оно будет в точности равно тому, что написано тут, если мы вместо x возьмем 0. Если вероятность того, что xi равняется 0, равняется i в степени минус λ. То есть нам надо оценить i в степени минус λ. А это есть не что-то, как вероятность того, что xi равняется 0. Нам не нужна хорошая несмещенная оценка, нам достаточно любая. Давайте возьмем самую простую. Итак, определим случайную величину индикатора, равную 1, если x1 равняется 0, и иначе 0. Обратите внимание, я построил оценку. Эта оценка, она зависит только от первого элемента выборки. Она игнорирует все оставшиеся. Эта оценка не будет эффективной. Да, и не будет состоятельной. Потому что чем больше элемента выборки, тем не будет лучше ее качество. Но, тем не менее, эта оценка будет несмещенной. Вот эту плохую, грубую, несмещенную оценку мы сейчас улучшим. Итак, это случайно величина индикатора. Ее мат ожидания равняется тому, что она примет значение 1. А когда она примет значение 1, если это x1 равняется 0. А x1 равняется 0, с вероятностью и минус лямб. Да, наша вот эта оценка, она не смещена. Воспользуйтесь теоремой Рау-Плекелла и получим сейчас новую статистику, новую оценку. Давайте воспользуемся. Так, перепишите все, что нужно. Я сотрудню, продолжаем. Итак, наша цель. Мы попользуемся теоремой Рау-Плекелла. Давайте посчитаем мат ожидания нашей оценки при условии того, что достаточная статистика t равняет, примет некое значение t малое. Мат ожидания индикатора, пусть даже условное, равняется вероятности условной того, что индикатор примет значение 1. То есть она равняется вероятность того, что x1 равняется 0. Индикатор примет значение 1, когда x1 равняется 0, при условии, что t равняется t малое. А напоминаю вам, что t это есть нечто, но как сумма xi, i от 1 до y. Отлично, условная вероятность. Она равняется вероятности того, что x1 равняется 0 и одновременно x1 плюс x2 плюс xn равняется t делить на вероятность того, что сумма xi равняется t. Итак, в числителе, смотрите, сумма всех элементов выборки равняется t и одновременно 1 равен 0. Это значит, что 1 равен 0, а сумма всех элементов со 2 по последнюю равняется t. Элементы выборки всегда независимы, поэтому это записано как произведение вероятности. Что у нас есть в знаменателе? Сумма xi равняется t. Как распределено сумма xi? Каждый из x распределен по закону, по сону с параметром λ. Все они x независимы, x1 и x2 независимы. Сумма независимых случайных величин, n независимых случайных величин, каждый из которых распределен по закону Пуассона с параметром λ. Распределен Пуассон с параметром n λ, одно из известных нам свойств. Итак, мы знаем, как распределено это. Мы знаем, как распределено это. Давайте подставим. Итак, значит, здесь у нас будет произведение этого события с этим, они независимы. x1 равняется 0, равняется i в степени минус λ. Тут у нас есть сумма, тут у нас останется x2 плюс x3 до xn, равняется t. Сумма n минус одного элемента по Пуассону равняется Пуассон n минус 1 λ. И оно должно равняться t. Итак, мы получаем следующую вещь. n минус 1 умножить на λ. Так оно равняется t, то это в степени t. Умножить на i в степени минус n минус 1 λ. И все это поделить на плотность, на вероятность для Пуассона и параметром n λ. Мы получаем n λ в степени t умножить на i в степени минус n λ разделить на t факториал. Да? В числителе мы потеряли с вами только т факториал. Обратите внимание, тут он потерян. Итак, что у нас остается? Смотрите, i в степени минус λ n есть тут и есть тут сокращается. λ в степени t, λ в степени t сокращается. И у нас тут есть n минус 1 в степени t делить на n в степени t. И n минус 1 делить на n в степени t. Тут только добавьте t факториал, знаменатель, и он сократится с этим. Итак, вот это наша с вами новая оценка. Что такое t? Напоминаем, это сумма xi. Это равняется... Давайте запишем это подробно. n делить на n единица. Единица минус 1 делить на n в степени суммы xi. Можно это записать другим способом. В принципе, это уже достаточно. Я просто упрощаю, чтобы было попроще. Это равняется единице минус 1n. Все это в степени n на среднеаритметическое икс. Итак, смотрите. Давайте я напишу наверху. Мы с вами получили, используя теорему Раму-Блейклэлла, что мат ожидания от несмещенной оценки при условии достаточной статистики t равняется t, равняется единице минус 1 делить на n в степени суммы xi. Или другим способом я это записал. Единице минус 1 делить на n, n умножить на мат ожидания x. Итак, что мы знаем из теоремы Раму-Блейклэлла? Мы знаем, что полученное нами выражение является статистикой, с помощью которой можно оценить неизвестный параметр. Она является несмещенной статистикой, то есть ее мат ожидания стремится к истинному значению неизвестного параметра. И дисперсия, варианс нашей оценки, он меньше варианса той оценки, с которой мы начали. А начали мы с достаточно грубой оценки. Теперь я хочу сделать несколько важных замечаний, которые доказывать мы не будем, но тем не менее они достаточно интересны и важны. Обратите внимание, что когда n стремится к бесконечности, здесь есть x степени минус x в среднем. То есть эта оценка стремится к и в степени минус среднеархематической от x. Это первое замечание. Давайте нашу вот эту оценку обозначим вот так. π с двумя крышечками. При n стремящем бесконечности оно стремится к и в степени минус x в среднеархематической от x. Теперь это первое. Второе. Можно доказать, но я не буду это доказывать, что вот это π, которое мы получили, оно является оптимальным с точки зрения U, M, V, U, I. То есть среди всех оценок, среди всех не смещённых оценок, ту оценку, которую мы нашли, она обладает минимальной дисперсией. Среди всех оценок. Это мы кратко обозначали с вами U, M, V, U, I. Это второй факт без доказательств. То есть наша оценка это не просто оценка, это оценка с минимальной дисперсией среди всех не смещённых оценок, и в чём это выполняется равномерно. И третий факт. Если бы мы искали с вами оценку максимального правдоподобия, то мы бы нашли, что оценка максимального правдоподобия, давайте обозначим ее π с крышечкой, равняется I в степени минус x в среднеархематической от x. Итак, давайте просуммировать всё, что мы сделали. Мы начали с очень плохой, не смещённой оценки, которая использовала только первый элемент выборки. На неё мы применили теорему Рау-Блэкфелля. Мы взяли достаточную статистику и посчитали мат-ожидание этой плохой статистики оценки при условии нашей достаточной статистики. И мы получили новую статистику. Вот она. Теория Морал-Блэкфелля гарантирует нам только следующие вещи, что полученный параметр это статистика, что она не смещённая, отлично, но и то, что эта статистика, у неё дисперсия лучше, чем у той, с которой мы начинали. Хорошо, но мы в дополнение получили следующие факты, которые мы не доказывали. Наша статистика, она не только лучшая, она самая лучшая из всех не смещённых оценок. Это следует отсюда. И ещё одно замечание, что оценку, которую мы получили с вами, она, в общем-то, в данном примере, асимптотически она стремится к оценке максимального правдоподобия. То есть оценка, а про это мы поговорим с вами ещё совсем через несколько минут, оценка максимального правдоподобия в ряде случаев, она и является самой лучшей с точки зрения среди всех не смещённых оценок. То есть самой лучшей с точки зрения U, M, V, U, M, V, U. Итак, я продемонстрирую вам, используя теоремы Рауба-Акселя. Мы решим ещё несколько примеров. А сейчас я хочу сформулировать несколько замечаний, не вдаваясь в точные их определения. Сейчас я вам скажу почему. То, о чём могу говорить в ближайших несколько минут, оно изучается, как правило, в рамках курса второго теористических выводов, то есть продвинутого курса, Advanced, и не изучается в рамках первого курса. Поэтому я сейчас скажу просто несколько таких общих идей, чтобы вы их знали, и те из вас, кто будет изучать второй курс, им будет уже более понятно и просто. А мы же просто воспользуемся этими идеями, не вдаваясь ни в какие детали. Поэтому, как бы так, для общего развития. Итак, пусть и достаточная статистика. Есть такое определение, которое называется Complitness, полная достаточная статистика. Мы не будем с вами говорить, что это значит. Итак, пусть и это полная достаточная статистика. Более точно, то есть её семейство, функции распределения полно. Полно, её семейство, функции распределения, которым она принадлежит. Тогда, при таких условиях, я не говорю, что такое полнота, вот при таких условиях, используя теорему Рао-Блаквелла, мы всегда будем получать оценку U, M, V, U. Всегда. То есть, если мы берём оценку нашего распределения, и принадлежит семейству полных распределения, различных и плотностей, то используя теорему Рао-Блаквелла, будет всегда давать нам лучшую оценку. В точке зрения U, M, V, U. Итак, это первое замечание. После перемены, возвращаемся, мы поговорим с вами о информации Фишера и о более точных оценках, для оценок, которые мы получили. Рао-Блаквелла и оценок, которые мы получили. Рао-Блаквелла и оценок. Продолжение следует... Рао-Блаквелла и оценок. Рао-Блаквелла и оценок.